Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами будем делать макияж Лили Роуз Депп. В качестве референса мы будем использовать вот эту фотографию, макияж которой я попытаюсь повторить. Я не знаю, похожа ли я на данную актрису, на дочку Дженни Деппа. Единственное то, что нас с ней объединяет, это вроде как одинаковый возраст и точно то, что она и я рождены в мае. Мне очень нравится внешность данной девушки и стиль ее макияжа мне тоже очень присущ. Я часто тоже делаю такие нюдовые макияжи, больше похожие на стиль 90-х. И, в принципе, мне нравится такая коричневая помада, стрелки, темные вейки. Сейчас надела вот такой топ, я не сижу голая, если что. Топ такой вельветовый, что-то типа в стиле 90-х тоже. Тоже волосы я заколола, потому что часто она носит прически с низким хвостом или что-то такое. Конечно же, усложнит задачу то, что у меня не карие глаза, я всю жизнь хотела карие глаза, но получилось вот так, как получилось. Всегда люди со светлыми глазами хотят карие, а люди с карими глазами хотят себе голубые, светлые и так далее. У меня, конечно, тоже у папы карие глаза, у мамы светлые, но генетика распорядилась так, что мне придался якобы рецессивный ген. Приступим с вами к макияжу. Я уже нанесла на свое лицо крем, естественно, предварительно его очистила. Я уже показывала данный крем, это вот этот крем от H2O, если я правильно называю, он для чувствительной кожи. Также на губы я нанесла увлажняющее средство. Кому интересно, это средство от Divash Lip Rehab Balm со вкусом и запахом шоколада. Очень вкусно пахнет, мне очень нравится. Я полностью подготовлю всю кожу, а затем уже приступлю к глазам, потому что пигменты здесь не яркие, не будет каких-то зеленых, голубых, поэтому, в принципе, проблем с этим возникнуть не должно. В качестве тона я буду использовать вот этот матовый тон. Так, я нанесла себе также консилер от Catrice в оттенке 0.5. Нанесла я его также себе на подбородок, чтобы он больше у меня вытянулся. Мне кажется, то, что у Lily Rose Dep, он более вперед. Вот, и сейчас мы все это будем растушевывать. В данном макияже здесь также у нее очень сильно выделены скулы, вот эта вот часть, вот эти вот щечки, да, яблочки, как это назвать. И также я буду, я не всегда использую румяна кремовые, но, и вообще, в принципе, румяна, но мы их используем. У меня румяна кремовые от Artvisage, вот такие вот розовенькие, оттенок 03, малиновый, пунш называется. Я набрала эти румяна просто из баночки, вот такой вот палочкой, это просто на конечном кисти. И далее я беру и прям с руки вот так вот и переношу на себя. Они очень пигментированные. Сюда я также захожу. Да, пока что я выгляжу, как какая-то гейша с теми, или матрёной, я не знаю, которая свеклой помазала себе щеки. Она тушевка наша все. Вообще, вот вы смотрели фильмы с Олилией Роуздепп? По большей части она работает моделью в различных рекламных... для различных рекламных компаний, брендов. Там, Диор и всё такое. Я один раз посмотрела фильм с ней, но мне как-то не очень зашло. Ну, может быть, это была её какая-то дебютная работа, но и, в принципе, она там играла не самую главную актрису. Не помню. Напишу название фильма здесь. Там они летели на корабле, и что-то там пошло не так. Ну, в принципе, посмотреть один раз можно. Ну, в кадре, конечно же, она совершенно по-другому выглядит, нежели на фотографиях. Ну, наверное, так у большинства людей. Ну, тоже интересно было посмотреть. Ну, вот так, в принципе, растушевалась. В жизни тоже выглядит всё адекватно, симпатично. У меня вот такая вот обычная кисть. По-моему, она вообще с Алиэкспресс у меня. Пудра от Makeup Revolution. Прозрачная такая, рассыпчатая. Вот. Каждый раз задыхаюсь, когда её наношу. Блин, вот румяна, они всё-таки так освежают образ. Надо ими чаще пользоваться. Просто, чтобы мне пользоваться румянами, так как у меня, по-моему, вот эти вот кремовые только, мне нужно наносить тональный крем. А я его не люблю наносить, тем более летом. Не, можно, конечно, нанести просто на увлажненную кожу. Так, я ещё забыла нанести праймер. Праймер у меня под макияж. Я его специально заказала. Вот такой вот корейский какой-то. Вот такой вот какой-то корейский праймер от Vanilla Co. Я его ещё не тестила на своей коже на лице. Нанесла чисто на руку, посмотреть. Так, вот такой вот он. Наносится он вот такими движениями. Переходим к контурингу лица, что здесь одно, наверное, из самых важных. У меня просто вот такая вот палеточка от Makeup Revolution, которой уже очень много лет, но она всё ещё со мной. Мы всё ещё вернусь с ней друг к другу. Мне очень нравится вот этот вот цвет, но эти... Зонзор, там, хайлайтер, я их не использую. Куда их используют и мои бледные кожи, которая, к сожалению, всё ещё бледная в августе. Я вижу, что у неё вот эти вот части прям сильно выделены, но также у неё... Вот даже если посмотреть на другую фотографию... Ну, как бы тут тоже у неё выделено. То есть у неё и вот эти части выделены, и скулы. Сейчас будем делать тогда сюда и сюда. Никакие полоски нам не нужны. Так, уводим ещё вот сюда. Чуть-чуть совсем. Чтобы не было эффекта мышцка училищ. То есть, да, сразу вот эти части так выделяются, конечно. Но ещё мы будем использовать хайлайтер, потому что я вижу, что он не использован хайлайтер, и нужно ещё сильнее выделить эти все части. Палетка хайлайтеров у меня от Essence. Называется Choose Your Glow. Ну, кстати, у неё ямочка есть вот тут на фотографии. У меня тоже. Вроде как с левой стороны. С вами что-то делать с этими оттенками. Я их буду намешивать максимально. Смотреть, какой из них мне больше всего подойдёт. Потому что маты блестящие, что-то шиммерное у меня есть. Но вроде как не очень хочется добавлять, потому что хочется вот именно вот эту матовость сохранить. Но вообще посмотрим. У меня есть хорошие тени, жидкие для этого. Ну, будем импровизировать. Что хочется сказать по поводу формы глаза. Здесь всё максимально горизонтально должно быть. Я обычно увожу всё к брови, всё к брови, но получается такой макияж вот такой вот, под углом. Здесь же я буду стараться сделать именно вот так. То есть и стрелки в горизонталь, и всё тушевать вот так. Я всё-таки решила, что добавлю сейчас шиммерные тени, кремовые. У меня тени от Luxe Visage в оттенке номер 13. Я их переношу себе на руку, вот. Вообще полностью, практически весь макияж делаю себе на руке. Так, ну и добавляем на глаза. Я на правой руке, у меня все ногти целы, поэтому переносим кисточкой. Да, это всё ещё надо растушевать хорошенько. Не знаю, это похоже, в принципе, на макияж, который я делаю обычно. Просто он более какой-то активный, более горизонтальный, со своими нюансами. В плане скульптурирования румян я обычно так не делаю. Но что не сделаешь ради эксперимента, ради видео, ради того, чтобы вы сейчас смотрели это видео вместе со мной, пока я всё это творю. Их ещё можно наслаивать. Чем больше слоёв этих теней нанесёшь, тем они будут ярче выглядеть. Надо потом вот эту вот границу, где они заканчиваются, эти тени, её также растушевывать тенями. Конечно, пока они полностью не высохнут, их растушевать, ну, лучше даже не пробовать. Надо подождать, пока они высохнут, и только потом уже проходиться сухими тенями. Так, всё, что осыпается, можно подправить просто кисточкой с консилером. Стрелки также. Я не буду использовать лайнер, я буду использовать карандаш, и поверх карандаша буду всё закреплять чёрными тенями, чтобы вот этот вот эффект дымки был. Да, карандаш, конечно, он должен полностью оформить весь этот макияж. Пока что это выглядит максимально странно, как будто я немножечко чем-то болею. Такая дикая. Да вот почему художники не любят показывать свои работы, пока они не закончены? Ну, вот поэтому. Потому что процесс он всегда вызывает много вопросов. Брови я просто оформлю гелем от Диваш в оттенке 03. Просто зачешу их наверх, я не буду их дорисовывать, растушевывать, потому что, ну, мои брови, в принципе, похожи на её. Да, может, там есть какая-то тушёвка, но я этим не пользуюсь. Другие люди говорят, что это брови такие модельные, такие пушистые. Ну, для меня это обычные брови, потому что... Ну, мои брови похожи на такие. И я с ним просто ничего не делала. Сейчас мода опять идёт в сторону тонких бровей. Я очень рада, что лет 10 назад, или в свои там лет 13-14, я их не перещипала. А потом просто спустя там два года после того, как меня дразнили Брежневым, все начали рисовать вот эти палки. Короче, не надо поддаваться на моду, комплексовать, потому что мода, она всегда циклична. Сегодня модно одно, завтра другое. Если вы перещипаете свои брови, они просто могут не вырасти опять. Так, я немного залезла вот сюда, подотру всё это палочками ватными. У меня карандаш от Maybelline, чёрный, black 33. Максимально легко тушуется, на глазах особо не держится в этом каяле. Вот когда обрамляется хотя бы немного карандашом, уже всё это смотрится гораздо лучше, адекватнее, нежели с розовым вот этой, слизистой. А кто знает, посоветуйте хороший карандаш для каяла, чтобы он никуда не убегал, не скатывался. Потому что вот этот карандаш, он, конечно, для этих целей не очень подходит. Именно для каяла. Для растушёванной стрелки, да, хорошо. Ладно, теперь можно всё это подровнять, если надо, и пройтись чёрными тенями. Я, если честно, немного в шоке. Ну не в шоке, я прям удивлена, потому что я вот даже мимо своего зеркала проходила сейчас. И я такая, вау! То есть действительно моя внешность стала немножко даже похожа на её. Может камера этого не передаёт, но в жизни я, по-моему, впервые накрасила подобным образом стрелки. Мне вообще очень сильно нравится, прям и наклон такой, вот что значит эксперименты, да. Мне очень сильно нравится, и... Ну это похоже на то, что я делаю, просто немного изменено, более тёмное, нижние ресницы, вот этот нижний, этот, в веках интенсивно прокрашено. Может даже буду так дальше краситься. Так, у нас остались губы. Я буду использовать карандаш. Так, я не знаю, флормар. Мне сегодня пришли карандаши с Вайлберрис. Это карандаши, там самые дешёвые и самые популярные. Я решила их затестить, попробовать. Вот я только один цвет сегодня накрасила, мне он очень понравился. Сейчас будем пробовать второй. Так, оттенок тут номер 408. В общем, губы, да, здесь опять же в стиле 90-х. Тёмный контур и более светлые, да, внутри. Да, берём самый коричневый оттенок, оттенки 412. Да, всё-таки, как бы я ни любила яркие оттенки, но коричневые, я не знаю, у меня к ним какая-то особая любовь. Просто консилером, может быть, что-то подотру, посмотрю и всё. И буду показывать уже финальный результат. Ну, вот так вот всё выглядит просто при дневном освещении. Как всегда, мой любимый балкон. Мне прям очень сильно нравится. Ну, вот это прям такой мой стиль. И если бы у меня были ещё и карие глаза, это было бы максимально похоже. Очень сильно нравится. Мне очень давно не нравились так сильно макияжи. В общем, я не знаю. Я ставлю этому макияжу, ну, наверное, 9 из 10, чтобы было куда расти. Если можно ещё, да, сделать фотосессию, сделать какой-то образ. Осталось всего лишь стать ещё дочкой всемирно известного актёра и модели. И всё. И буду прям как она. Смотрим, как этот макияж выглядит. Также просто вот на балконе, в освещении, как передает камера фронтальная телефона. Ну, опять же, да, мне очень сильно нравится, я не знаю. Ну, чё, не знаю. Моё слово паразит. Если распустить волосы, опять же, как это будет выглядеть. Но очень классно выделяют глаза. Есть, да. Аaa. Ааа. 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 У меня ещё лицо такое, я очень редко улыбаюсь. В принципе, я всегда на фотографии такой серьёзный, так что прям мой стилёк всё беру себе на вооружение. Всё, ребята, спасибо вам большое за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ставьте свои комментарии по поводу того, макияж какой модели, известной личности мне повторить. Всех люблю, всем пока!